итак еще раз благодарю за все ваши сердечки за всю вашу теплоту такое теплое приветствие солнечное и давайте с вами синхронизируемся откроем наши сердца и развернем их на все все пространство настолько широко чтобы ваш центральный луч сердцевины синхронизировался с центральным лучом вашей вселенной где бы вы ни находились помните всегда что вы всегда всегда находитесь в центре и ваша задача души и духа всех ваших дорог путей 1 быть синхронным с этим лучом и и в эти дни перед солнцестоянием которое и являет нам этот луч до мы с вами затронем очень-очень такие глубинные темы и невероятно интересные эти два дня будут у нас с очень-очень интересными если многие кто приходят на наш канал говорят что я говорю что-то непонятное то эти два дня я буду говорить понятно очень достаточно доступно очень понятно потому что мы затронем моменты слои орбиты понимания происходящих процессов как некой подготовки к особой синхронизации с центральным лучом через солнце той солнечной системы в которой мы находимся здесь сейчас проявлены давайте я прежде чем мы начнем расскажу как будут проходить эти встречи эти три дня все три дня будут проходить в открытом эфире первый день до сегодня и второй день завтра мы проведем некую такую подготовку в которой рассмотрим в одно время как бы глобально дано в то же время все таки детально все задачи вообще души задачи проявленности скажем тогда высоко духовных существ проявленных здесь и и по сути задачу каждой души предназначение каждого и мы на очень-очень простых примерах за эти два дня увидим те свои те орбитальные станции вашего до проявления здесь жизни которые требуют просто уже требуют кричат до вашего внимания вы сможете увидеть почему у вас повторяются те или иные события вы сможете каждый для себя конечно это как бы трансперсонально услышать ответы на свои вопросы и и мы за эти два дня затронем достаточно глобальные вопросы которые с каждым днем все больше и больше людей задают задают себе пространство и ищет эти входы выходы повсюду ищет эти ответы и к этим двум нашим встречам я подготовила такой некий плакат на по которому мы с вами как по карте эти два дня до пройдем все его области то есть все сложилось в некую такую одну карту которая нам с вами очень-очень о многом расскажет также я подготовила слайды для того чтобы визуально вам было проще до воспринимать информацию и я предлагаю сейчас еще вновь и вновь пропульсировать и самой сердцевины эту волну волну синхронизации с целостным организмом вселенной чтобы нам проходя по ее участкам до нигде не застревать а просто словно ребенок до словно ребенок принимать эту информацию и чем больше мы с вами растем чем больше мы расширяемся и своими полями чем больше мы захватываем этой массы эфирной до космической массы тем все больше и больше мы становимся словно дети и я могу по себе сказать да не проходит ни одного дня чтобы я не трудилась над своим полем пространства и каждый раз я как ребенок до своих космических родителей постоянно спрашиваю а что это а почему так а почему здесь да я спрашиваю не внешнем мире а то что я вижу своих внутренних на таких станциях где мы есть этот ребенок поэтому предлагаю какими бы вы не владели такими скажем регалиями а мастерством в каких бы направлениях вы не развивались это замечательно это прекрасно это это настолько красиво да когда вот как цветок распускается когда каждый проявляет себя в этом развитии и и каждый проявляет себя индивидуально да но тем не менее нам все время напоминает не останавливайся нам все время напоминает чтобы мы не загромождали эти знания не ставили никаких себе стены преград а все время развивались и и могли посмотреть с разных точек зрения конечно безусловно терминология она повсюду как бы разная и собственно и каждому индивидуальный подход когда вы выходите на уровень общения со своим космическим на эфирным гоняком он тоже каждому подбирает свой до язык для того чтобы ваш мозг принимал эти импульсы и распаковывал их верно поэтому я прошу не относиться строго кто и терминологии которые пользуюсь я да она у меня тоже такого скажем индивидуального характера и так как я принимаю так как я расшифровываю эту информацию я ее так и передаю ни в коем случае не желая до где-то кого-то чем-то задеть а просто проявляя ее в чистом виде так как и принято и так слайдов у нас на эти два дня подготовлено много поэтому я предлагаю перейти и как просмотреть да как некий такой фильм где каждый из себя возьмет свои эпизоды и кстати по поводу еще вот плана на эти три дня сама инициация церемонии она будет проходить на третий день 21 числа то есть сегодня и завтра у нас идет подготовка но поверьте это настолько глубинная подготовка моменты то глубину которую мне бы хотелось бы очень хотелось бы для вас раскрыть ее нет нигде в интернете и я вообще всегда до призываю к тому чтобы вы эту глубину брали напрямую из источников напрямую с нейронных связи которые на сегодняшний день открыты поэтому переходите синхронизируйтесь и принимайте настолько насколько вы готовы насколько вам это будет комфортно а я на своей стороны и со всем тем присутствием которые есть с любовью будем эти на все три дня служить вам неся пользу и так карта которую меня за спиной сейчас у вас перед глазами в полном виде сейчас я ее показываю вам целиком и на протяжении двух дней мы ее будем разбирать по частям отвечая на глобальные вопросы человечества которые задаются из поколения в поколение и мы имеем возможность на посмотреть на это с определенной точки зрения с определенного угла начнем с нижнего самого-самого нижнего круга я буду периодически слайды уменьшать чтобы быть да с вами на связи и так вы видели да что это круг еще раз его расширю это некий такой астрологический круг который многим известен да как астрологический такой круг джойтиш да где представлены 12 знаков зодиака и 27 лунных стоянок но суть не в этом этого рисунка который показан здесь а суть в том что есть определенных неких но это мы конечно в таком в грубой форме до рассмотрим чтобы просто это было понятно из определенных три этапа развития сознания развития души в человеческом теле до эти вот основные этапы которые у нас поделились здесь отмечено 9 до 9 таких ступеней 9 таких скажем мерности назовем их пока так их на самом деле больше но мы рассмотрим основные итак смотря на эту карту да мы возвращаемся сейчас к ней мы видим вот этот круг астрологический находится внизу до 1 такой ступень и которые делятся на таких 3 энергетических центра и вот этот астрологический круг до или его можно по-разному выразить и я здесь не обязательно джойтиш это я взяла потому что мы сегодня об этом немножко поговорим это может быть западная до астрологии это может быть какая-то египетская астрология это может быть древнеславянская до русов это не имеет значения сама суть того что этот круг нижний здесь отмечен как олицетворение некого круга сансары там вы могли сюда и его поставить в картину но я поставила вам астрологический круг на дальнейшем объясню почему здесь у нас в центре не видно но здесь располагается 13 некий назовем его так знак располагается он здесь в образе скоробей и концу завтрашнего дня не объясню почему в данном случае взят этот прообраз 13 до сборки всех знаков это образ корабе что жена с вами через эти картинки до показывают итак смотрите дело в том я буду на таком алхимическом это физическом языке объяснять потому как со мной общаются мне все показывают всегда вот на уровне некой химии некой физики до различных там сосудах энергию различные формулы соединения этих энергий потому что как бы она же и алхимия переводится как химия всего вы представляете что все 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 пространство полностью все это химические составы вообще да все что есть химические составы некие химические физические формулы и когда мне вот проявляли вот этот вот сценарий каким образом да в быстро понятной форме развернуть вот весь сценарий от начала до конца до кто на нас смотрит что вообще от нас хотят почему это нужно нам и нужно ли это вообще выбор каждого до в итоге но что происходит на земле почему вот весь этот хаос непонятность и куда мы идем как мы развиваемся что вообще происходит да что происходит в этом пространстве что мы тут делаем и какая наша цель так вот давайте начнем с того что человек да это тоже это некий сосуд вокруг которого просто это как олицетворение также есть множество да вот так по кругу различных тоже сосудов в которых прибывает энергия разной частоты разные характеристики разной формы и вот вы можете представить сейчас взяв человека да что есть вот такие вот сосуды например энергии знаков зодиака представьте например такой круг там 12 и такие же например сосуды вокруг энергии планет который имеет свою там светлость до каждое там по-своему имеет свой химический состав имеет свою характеристику свой звук свою волну и вот человек являясь как бы вот он здесь в центре до проявлены он тоже сосуд до человек он вообще некая форма сосуд для генов то здесь внутри этого сосуда варится да вот вываривается в единый вот этой формуле сложены определенные гены с определенной информации до с определенными данными и это все проигрывается определенный сценарий и вот представьте что какие в этот сосуд сливаются энергии какой чистоты какой вибрации какой цветности то и находится в этом сосуде да то есть это здесь все вымешивается и вот человек осознавая это не осознавая это является носителем этих энергий и соответственно да мы понимаем вот мы смотрим на картинку здесь мы понимаем что даже знаки зодиака да влияют на те или иные органы части тела да в каком составе вот здесь той или иной энергии каким образом то ли она и энергия совместима что здесь происходит да что здесь варится в этом сосуде тем вы являетесь да такой вас и характер такая вас характеристика той формула которая есть здесь понимаете и продвигаясь дальше да мы смотрим она а что что это как как это выражается где это внутри тела или где это формула а это выражается на вашем тонком плане да то есть на неком тонком плане это вы уже все знаете да это уже все продвинутые вы знаете что есть определенные энергетические тела не как некие такие коконы да то есть физическое тело эфирная астральная ментальная каузальная до будки аль на и здесь но от манда от маническое тело и каждая из них из этих тел я сейчас отключу чтобы вам показать полностью синхронно с планетами до которые и дают ту или иную характеристику понимаете сюда вот в этот сосуд то у вас есть на тонком теле просто осознание вот этого единства до никого малое в большом и мы смотрим что да вот допустим до люди мит разной цветности каждый индивидуален абсолютно каждый до имеет абсолютно свою историю до имеет свою формулу в которой постоянно вливается или на каком-то этапе где-то откуда-то и не вливаются да есть там вообще там какие-то опустошенные сосуды с различными формулами разрушения да есть формула созидания это все 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 абсолютно всегда по-разному трансперсонально потому что каждый индивидуален задача каждого сознания которые начинают осознавать само себя сплавить до выровнять эти энергии во первых до открыть все потоки чтобы энергия свободно текла и выровнять все энергии как некая ну назовем это выравнивание да а больше это раскрытие раскрытие центров раскрытие сердца раскрытие солнца каждого энергетического центра и мы смотрим дальше и понимаем да смотрите вот на картиночку здесь как бы чтобы просто в памяти осталось что у нас здесь днк и планеты связано ли это конечно же связано до формула души потому что подобно тому как молекуле днк записана вся информация человеке с его чувствами мыслями поступками так и в астрологической формуле души есть вся эта информация то есть алхимия метафизика молекулы днк говорит о ее душевных и духовных качествах формула аминокислот устраивается так же как и астрологическая формула души значит в душе заложил генетический код и на этом этапе мы с вами абсолютно точно до понимаем что мы не можем как бы не зависеть или жить отдельно от солнечной системы мы один единый цельный организм это да и думая о том что на нас никаким образом не влияет вот вообще никак не влияют на планеты их так скажем геометрическая до геометрическая некая такая пропорция относительно нас все влияет мы единый организм это нужно понимать что солнечная система в момент вашего рождения ну вот когда как астрологи говорят сфотографировала до некую карту на момент именно где вы родились во сколько вы родились есть до определенная вот эта карта как некая фотография и вот этот слепок он же есть ваши генетики да то есть это то чтобы этот сосуд нашло в момент вашего рождения и это те гены та информация которая с вами происходит до с которой вы живете и здесь я также вам хочу показать на примере насколько днк до соответствует этот генетический код тому что находится в космосе в нашей солнечной системы и хочу вам показать вот на примере формула аминокислоты глицина что чтение гена начинается с центрального места которое называется промотор а боковые перпендикуляры в молекулы днк ученые называют кристалл астрологическая формула души начинается с честь чтение центра да то есть центральной его часть а затем уже боковые и лента днк и формула души это два полярных кода один код спрятан внутри человека а другой в космосе эти кода содержат в себе инструкции законы и исполнительную власть одновременно информационно энергетическое взаимодействие между субъектом человеком и объектом до вселенной происходит через эфирные поля и от качества взаимодействия зависит здоровье продолжительной жизни карма судьба продолжительность рода качество жизни и так далее и казалось бы на этом этапе я не рассказываю ничего нового да ну потому что это уже такая открытая известная истина энергия а водолея которые вливаются в нашу жизнь до хозяин водолея это сатурн и он тоже меняет сейчас свою геометрию несет иные до характеристики он конечно это только входит пока жизнь до на земле но тем не менее несет такие энергия когда человек обращается к звездам космологию когда ему хочется коснуться астрологии изучать астрологию и это замечательно потому что вообще хорошо что человек да так развивается потому что все наши предки весь наш древний рот все древние такие цивилизации разумные высокоразвитые они достаточно хорошо разбираются в космологии да вы знаете что все они оставили нам здесь на земле следы того что они действительно жили в союзе в созвучии с планетарными циклами они строили храмы до в нужные моменты они развивались да в созвучии гармония и оставляли множественные нам следы ну например тот же до клиндарь майя ну как пример такой яркий яркий для всех но на что бы мне все таки хотелось обратить внимание и говоря сегодня об астрологии завтра особенно затрагивая все планеты я хочу вам показать что-то все таки глубинное что за всем этим стоит потому что поверхностное не только так скажем поверхностное а то что не дает выхода из определенного до тела кокона того же каузального тела это есть определенные шаги которые изо дня в день просто по привычке свершаются тем самым продлевая жизнь да вы как бы продлеваете жизнь себе в коконе вот этого кармического тела давайте с вами посмотрим еще раз вернемся к этой карте смотрите здесь мы с вами проговорили что есть определенный круг как вам удобно да на него смотреть круг сансары что это круг воплощений если на этом этапе вам так удобнее да пусть это будет так или же вы можете смотреть как тот круг когда вы рождаетесь и начинаете проходить определенные этапы до жизненные некие такие уроки опыты и вы по одно и то же одно и то же одно и то же у вас как бы да идет некая такая цикличность постоянных каких-то проблем постоянных каких-то задач с которыми вы сталкиваетесь в таких ну так скажем грустных до история грустных сценариев и здесь в этом кругу человек завязан на три нижних энергетических центра что происходит на самом деле смотрите мы с вами сейчас да давайте поднимемся и рассмотрим эти центры вот до каузального тела смотрим сюда на второй уровень что это за уровень это уровень астрального мира то есть здесь физический мир уже как данность как данность проявления того что вы видите во внешнем мире во внешней среде что вы видите в жизни но где происходит распределение вот этих энергий которые сюда в этот сосуд когда-то поступили да в момент рождения и в определенные моменты еще здесь там зависимости от ваших действий опытов до поступали сюда в этот сосуд где происходит это распределение оно происходит вот здесь на астральном уровне вашего вашего тонкого тела вот давайте мы посмотрим что это за картина до которая здесь на на нашем вот этом неком до втором уровне вы видите что это некий частотник который поделен один к двум то есть здесь идет деление клетки пропорции один к двум да это некое такое квантование хронооболочек но мы сейчас не будем усложнять эту задачу мы посмотрим проще да есть такая система рыбников юрий степанович да и занимался некая такая русская православная элементарная система которая это да вот этот цветок жизни его такой вот пропорции но в определенном тоже замкнутом все равно переводе мы сегодня это тоже затронем и деление здесь 1 2 периодичность как бы он здесь единство периодичность электроатом если мы будем очень внимательны да то вы увидите посмотрите на каждый круг здесь каждый круг просто фрактально поделен на 2 если говорить о звуке и посмотреть на это как на волну то мы увидим здесь звук такой чистой октавы да если мы вот посмотрим планетарные системы то мы видим что при развертке этого рисунка мы увидим нашу планетарную систему и обратите внимание что в развертке 1 2 это система вот она здесь стоит луна но на самом деле по орбитам последнее стоит сатурн таким образом 1 2 3 4 5 6 7 планет которые звучат именно на этой частоте давайте посмотрим дальше что она дает что дают нам эти 7 планет при развертке 1 2 это строение атома мы получаем некую шахматную доску вот такой да некая вот этот как раз процесс квантования получаем вот эту доску что это за доска это как раз энергии некой некой игры сценариев которые заложены в астрологической карте в планетах да в 7 планетах первых 7 но если убрать там солнце то вместе с солнцем 7 от солнца и без солнца до 6 как вот мы берем 7 и звезд звезды лунные стоянки созвездия все все что влияет да все что сверху и вот эта игра шахматная доска всего что заложено у человека при рождении все что туда заложилось все что было предвыбрано да таким образом мы видим шахматную доску здесь в тонком плане проходят определенные сценарии определенные игры здесь заложено множество разри различных эгрегориальных станций здесь вот в этом астральном там да течет целая жизнь жизнь со своими правилами да определенными а человек находясь здесь проживая эту жизнь да неосознанно он просто вот все что все заложилось да в нем все проигрывается здесь спускается к нему сюда и он уже видит проявлено и участвует в этом участвует в этих сценариях то есть как некий как некая вот дверь через которой живет вот это тонкий план и вот здесь линия вот она да это вот уже каузальное тело да и астральное тело это некий кокон вот здесь некий кокон некая такая скажем матка да земли просто земли солнечной системы и здесь смотрите все эти слои отражены многомерно многомерная такая шахматная доска и во всех древних таких знаниях вот я вам здесь отразила да египет индия да тибет во всех во всех таких древних знаниях отражали такие картины где боги играют шахматы то есть боги ведут эту некую игру что это за игра это как некая борьба темного и светлого до этого дуата разделение то есть вот этот тонкий план так скажем невидимый абсолютно живой наполненный жизнью это и есть та самая да вот как бы в астральном мире жизнь ваших тел которые как бы когда человек спит когда он не осознает сам себя то она себя проявляет и она руководит управляет понимаете управляет мозгом управляет телом и по сути управляет жизнью а человек как некое такое просто является просто телом через которого через которые живет этот мир и жизнь там кипит очень насыщенная в этой оболочке там там есть те да ваши это все вы это не кто-то где-то там за вас это все вы это все вы это все ваше отражение это все ваши части это ваши темные и ваши светлые вы играете да сами собой вы постоянно постоянно здесь находитесь в борьбе да тем самым ваше тело все время за зависит вот от эмоции до ваше тело зависит от напряжение ваше тело ваш мозг находится постоянно в неком процессе импульсивности такого отрицания да и вот это не особенно осознанное спящее такое время провождения жизни да то есть это даже не жизнь это словно вот не даром говорят как белка да в колесе и вот этот один к двум да вот это по сути вся вот эта картина жизни человека имеет ли человек здесь выбор если да есть такой вопрос если все предвыбрано конечно человек имеет выбор всегда вот просто запомните что в каждом моменте если вы живете осознанно просто многие просто неосознанно вот по импульсу знаете как некий такой слабый слабый одноклеточный импульс вот что-то раз произошло все сразу эмоции или по накатанный произвел какие-то свои действия неосознанные да и как бы люди так и живут в большей своей массе но вы но вы всегда выбираете вы всегда и можете и можете и должны выбирать как поступить в той или иной ситуации смотрите вот в этой шахматной игре есть свои правила вы знаете что кто когда-то играл в шахматы наверняка там где-то в школе еще вы помните а расставляются да например вот представьте белые фигуры и черные фигуры и вот представьте что вы на поле ну к примеру да здесь тоже как бы борьба но вы должны понять эту на дорогу что вот здесь где стоят белые фигуры вам нужно как бы дойти до черных конечно это в олицетворение вы знаете что король да черных фигур стоит на белом квадратике и ваша задача как бы его убрать есть такой сценарий в тонких мирах вообще есть священный сценарий и когда этот сценарий начинает проигрываться он всегда заканчивается тем что вот этот как бы тот король черный который на троне да на троне сознания он как бы правит это просто нет черного белого но в данной ситуации в дуальности да вы же разделяете все на черный белый потому что вы находитесь в этом яйце в этом коконе вы в игре вы по-другому не можете воспринимать информацию да то есть вы как бы вроде понимаете но в любом случае идет вот это деление потому что вы находитесь в матрице вот в этой понимаете ничего не поделаешь так вот в этом сценарии когда вот этот черный да король он получается как бы сходит с трона и садится на трон белый король это как бы некая вот эта точка выхода вот он выход вот сюда да уже следующие слои и вот на этой доске происходит постоянная постоянно игра она всегда вот поймите вот сколько есть он всегда будет он останется всегда в этих мерностях этот астральный мир он никуда не денется потому что это часть тела единого бога да но в ней всегда так это не говорит о том что она плохая да в ней всегда борьба животные да некой такой силы вот этой субстанции всегда конкуренции войны сценарии очень жесткие да порой которые отражаются во внешнем мире но смотрите да вот вам покажу что это как некая вот шахматные доски да многомерные и всегда всегда есть сознание вот это свыше которое управляет этим процессом и уже что здесь сложено да что здесь было там залито соответственно то у человека в жизни и проигрывается и вы замечали когда-нибудь ситуации в жизни что вам вот вы ничего не можете поделать вот но ничего не можете поделать вот то одно там случается то другое какие-то или какой-то сценарий вроде похоже повторяется и так далее и эта игра вот пока вы находитесь в этом астральном коконе это будет всегда вы можете сколько угодно себя там уговаривать или что-то там еще какие-то моменты придумывать говорить что это не так или еще что-то но это не поменяет факта понимаете это не изменит факта того что происходит и того как устроено это пространство смотрите мы вот сейчас уже я немножко да тоже вошла в эти структуры ну давайте продолжать смотрите что происходит в этой игре получается что каждый ваш ход который вы делаете в жизни вы делаете на этой доске вам всегда дается выбор всегда просто из-за того что человек вот по этим импульсом действует часто уже ай там уже понятно да но вы всегда в каждой ситуации когда вы выбираете благородно поступить понимаете благородно когда вы живете честно когда вы никого не осуждаете когда вы вот не просто перед кем-то хороший а вы в жизни себя ведете так вы каждый поступок останавливаетесь и сканируете кто сейчас здесь говорит кто действует и потом делаете шаг да так вот когда вы передвигаетесь по вот этим белым клеточкам а ведь сути выйти из этой матрицы из этого сансары всегда испокон веков все вот эти практики различных различных там религий или еще каких-то течений они всегда были основаны на том чтобы человек проходил вот вот да вот по этим белым квадратиком на этой доске поэтому там аскетизм например да в каких-то направлениях сильный в каких-то еще что-то но когда вы продвигаетесь да здесь просто тоже правило не совсем да такие как вот в земных шахматах да здесь как бы ваша задача продвигаться вот по этим белым вот эти белые квадраты это благородство это ваши благородные поступки это ваше желание как бы вот этого высвобождения освобождения для этого для этого смотрите что делать например мы возьмем древние даосские до практики или мы возьмем древние египетские или на тот же тибет да возьмем это что делали люди зная о том что им нужно высвободиться и выйти вот из кокона до астрального дальше каузального тела и полностью освободиться что делали да идет процесс сначала очищения работа очищения потом осознание смена паттернов наполнение смена действий когда уже тело да оно не поддается импульсом и связям нейронным да то есть оно не вот одноклеточным импульсом подается мозга да дальше перестройка работы мозга фокусировка концентрация дальше я пока не трогаю да вот эти этапы проходят по сути мозг проходит сознание что делали вот в древнем в древних даосских практиках в древнем тибете ну и в тибете вообще смотрите там идут практики те кто решил полностью освободиться это минимум до 15 лет медитации или например в индии это помимо медитации йога мантры да для того чтобы полностью выйти к фокусировке концентрации мозга концентрироваться да быть постоянно осознавать кто ты да постоянно осознавать свои мысли в каждой минуте да осознавать свое дыхание там живот мозг то есть это полная полная фокусировка так вот их конечной целью да там 15 лет там они разбиты там по пять лет определенные моменты да уже полностью 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 работаем с мозгом через практики через медитации через мантры через йогу и так далее для того чтобы выйти в кристаллическое видение и после этого как правило те кто полностью в отшельничестве да хочет выйти и освободиться то есть полностью покинуть это тело и больше как бы не приходить в это воплощение да то есть получить бессмертие соединившись с бессмертной космической душой и этим космическим эфиром это как бы вот их цель да то для того чтобы точно в этой жизни пройти эту шахматную доску всю да пройти ее выйти из этого дуата выйти вот из этой матрицы конечно же полностью от всего отрекались потому что любое взаимодействие да с людьми любые какие-то сценарии ты все время находишься как бы для тебя это тоже как стрессовая да ситуация ты все время находишься в тканях чужих да эмоций чужих других вол и то есть ты постоянно должен балансироваться ты постоянно должен находить сканироваться и это очень тяжело и сложно и поэтому естественно в те времена я уже к завтрашнему вечеру вы поймете в чем вот эта разница до этих времен там где же где же заложено это так вот поэтому уходили поэтому мантры поэтому йога поэтому медитация полностью концентрация на своем внутреннем мире концентрация на позвоночнике на вот этой да связи на мозге на животе на своих костях на звучание своих костей это все как бы изо дня в день постоянно практика 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 для того чтобы сначала полностью не зависеть от трех нижних энергетических центров да и потом выходить 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 вверх то есть мы понимаем что какой выбор делали данные мастера они делали выбор вот этой золотой середины то есть помимо шахматной доски на которой это бесконечно бесконечно ты крутишься вертишься ты как бы ищешь этот код этот выход ты понимаешь что это зеркала 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 и куда бы ты сейчас ты вошел ты уже потерялся все у тебя дана жизнь ты можешь это воспроизвести здесь только физическом теле что делать это не выбирали этот путь да есть такой золотой некой середины еще она называется как лестница к богу да вот давайте посмотрим во первых сама по себе шахматная доска она выглядит не совсем как доска да это некий куб который постоянно движется да и на нем и внутри него тоже кубики да он полностью 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 состоит из кубиков разным здесь у нас 8 на 8 да 64 потому что мы говорим о человеческой да генетике и так есть определенная дорога как бы тоже в различных древних знаниях ее определяет как просто вот такую да как лестницу лестницу в небо по которой ты поднимаешься постоянно да для того чтобы достигнуть этого освобождения и конечно проще всего его достигнуть когда ты отрекаешься от всех и вся да ты уходишь в одиночестве в отречении и тогда у тебя больше шансов не войти в какую-либо игру да и прийти к этому освобождению и вот в этих например тех же индейских да древних практиках вот эти последние особенно года сначала года подготовки а потом последние годы это просто где-нибудь в какой-нибудь горе да ты поднимаешься в гору или специальные есть храмы специальные такие некие места да где-то уже полностью подготовлены у тебя подготовлен мозг подготовлено тело и ты уходишь уже в таком медитацию в которой ты застываешь да тело застывает в этой медитации находится в полном покое и все и твоя душа освобождается и таким образом да эти практики известны в различных частях мира кто выбирал эту дорогу откуда это пришло почему это на земле как с этим жить а как этому прийти не уходя в города да я расскажу завтра и почему такая возможность появилась вы тоже увидите это завтра многое многое для вас действительно откроется завтра будет удивительный день я просто сама с нетерпением жду для того чтобы вам рассказать а сегодня мы продолжаем некую такую подготовку смотрите вот куб и представьте что лестница вот это в небо видите нижняя картинка лестницы как бы ага сюда пошел здесь как бы огонь сюда пошел здесь солнышко крылышки да то есть каждый твой шаг так или назад тебя отбрасывает куда-нибудь так вернись пожалуйста вот сюда и пройди заново все уроки все ты слетел и ты заново проходишь все эти уроки или же ты на продвигаешься продвигаешься потихонечку продвигаешься по всем этим шахматным доскам неким так вот внутри этого куба вот эта лестница она находится не совсем прямо она находится в некой такой спирали золотого сечения таким образом проигрывается сценарий он есть в клеточках памяти да в наших он заложен и когда проигрывается сценарий вы как в неком лифте уже не просто да как лестница потому что есть определенная да меркамедическая станция которая проходит вот по этой лестнице и она как бы все время телепортируется она не просто там ходит по всей шахматной доске она телепортируется именно в нужные градусы именно в нужные координаты проходя 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 этот сценарий но вас будет на каждом этаже она как бы да каждый в этом процессе вознесения да там пробуждение просветление она будет вас синхронизировать да как некую такая капсула распечатываться вашей жизни нести мудрость то есть такие возможности они открыты для нас в это замечательное время здесь у нас картинка того и той же матрицы 1 и 2 и здесь мы смотрим что что мы видим мы видим пирамиды видим треугольники кто читал книгу расшифровка генома человечности да тот знает что это да что запечатываются ваши кристаллы запечатываются ваши некие такие вот эти сосудики или как один такой да сосуд в котором эта энергия бурлит ну они под каждой пирамидки как бы каждый свой своя формула да формула вашей жизни и она проигрывается эта матрица если мы посмотрим следующий уже кристалл следующую матрицу 1 в 3 это будет квантовое строение то там мы уже увидим пентатоп мы не увидим такие сложенные пирамиды да если мы присмотримся то мы увидим совсем иное строение а вот пирамиды они как бы от этого 3d мира до того что мы видим тоже видите здесь на картинке прорисованы тоннели пирамид да это вот как раз да как вот внутри каким образом мы внутри идем какие мы попадаем капсулы или их называют камерой да высвобождаясь потому что вы понимаете что та же шахматная пирамида да один двум да это прекрасно это жизнь это это все жизнь это все опыта человечество записаны здесь это хроники акаши это все все здесь записано прописано здесь и поле ангелов здесь и поле архангелов и наоборот там нижних миров да здесь вот записаны все сценарии жизни все получение опыту все 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 здесь есть в этом мире это прекрасно да но солнечной системе происходят определенные события которые ведут нас к выходу из этой матрицы до выходу к другому звуку и так давайте мы с вами посмотрим еще раз на эту карту и вот мы видим что вот этот атом 12 до занимает весь вот этот цикл смерти жизни смерть жизнь жизнь смерть и конечно же что те мастера которые посвящали годы своей жизни для того чтобы высвободиться и уйти отсюда полностью выйти до не застревала чтоб его душа в астральном плане чтоб она потому что вот этот астральный план да он тоже вот эти имеет как дуальность выше низшие миры и когда душа застревает на этом астральном плане до в кузальном теле в этом неком коконе на тело тело нет а все что у вами здесь на работа на все вот эти до живые энергии не есть они не могут высвободиться да как шарик привяжу привязали его и все то есть это и есть а понимаете когда все вот здесь ты не можешь никуда ты просто застреваешь в этих слоях и конечно же мастера готовы были тратить годы года своей жизни чтобы высвободиться и не застревать в этих слоях и вы видите что матрица 12 но еще напоминает как эту решетку датьюрьму поэтому и говорят что планета земля это как некая тюрьма потому что здесь это матрица которая держит всех пока вы не пройдете все уроки понимаете пока вы не пройдете все уроки вот оно пошло соответственно вы не сможете выйти здесь мы видим тоже те же самые цвета до чакровых центрах на так называемых энергетических центрах и видим здесь кадуций которые точно также и в днк то есть все по образу и подобию то карта некая как у вас астрологической до души это записано в генетике в днк и также это отображается ваших энергетических центрах но здесь в своема связи она понятно давайте продолжим дальше перейдем вот на следующий третий уровень просто посмотрим сейчас смотрите обратите внимание что здесь круги не делятся 12 них совершенно иное деление и это деление да вот это орбит частота орбитальных станций кванта то есть это три единое тело в одну и сколько бы мы не разворачивали здесь не приближались каждому вот видите маленькому кругу она будет по образу и подобию везде себя повторять но также это из звука если 12 то у нас была чистая октава то здесь у нас чистая квинта звук чистый квинт и квинтэссенция и если у нас раскладка 12 мы ее видим просто все время делится на 2 клеточка делится на 2 и здесь как бы любой квадратик он будет тоже делиться к кружочек а квадратик на 2 то здесь у нас пошел фрактал здесь у нас отсюда закручивается вихрь это уже фракталь фракталы до фрактальные миры закручивается вихрь и нету этого круга замкнутого понимаете если здесь у нас замкнутый круг то здесь у нас идет уже тело освобождение тело свободы сознание свободы и переходя дальше касаясь астрологии я хочу сейчас наверно пропустим мой следующий пока слайд потому что вот это я вам хочу показать смотрите перед вами наша солнечная система солнце меркурий венера земля марс юпитер сатурн 7 планет видите сейчас мы смотрим с вами до сатурна и у каждой планеты есть своя орбита своя орбитальная станция и вот сатурн имеет орбиту которая является к оконам того сознания внутри которого развивается человек то есть эфирный электромагнитный до торсионные поля человека не превышает не расширяются выше да то есть шире колец планеты сатур не захватывают этого пространства то есть человек развивается внутри вот этого кокона то что дают эти планеты до что они наливают вот сюда в этот сосуд все то есть и остается только до как бы человеку проходить эти уроки проходить эти сценарии то есть орбита сатурна посмотрите да как вот именно сатурна мы сейчас не берем уран нептун плутон мы об этом поговорим завтра сегодня мы поговорим о сатурне он является вот этой маткой нашей солнечной системы в которую входит до душа человека вот она входит при рождении она входит в эту орбитальную как она входит смотрите все наши вот они орбиты наши любимые планеты двигаются в определенной до геометрической пропорции и имеют до свои вот мы уже поговорили некий вот эти резонансы и если мы посмотрим сверху то планеты передвигаются не хаотично например вот первый рисунок это земля и венера посмотрите какое они создают кристалл да вот при таком вот движение постоянном союзе дальше превращение юпитера и земли смотрите какие красивые кристаллы и здесь например сатурн и юпитер до во взаимодействии и это касается всех планет так вот это определенные некие кристаллы они же печати и когда мы вернемся сейчас вами следующую картинку и когда душа да она влетает в эту матку все она как бы входит все сейчас вот это да как бы зачатие для того чтобы проявиться на земле и вот она входит она входит не вот так там сквозь планеты как мы видим у каждой планеты есть как бы высшее ее проявление и и кристаллическое проявление и человек входит до проходит сквозь человек душа до движется к проявлению до в человеческом теле проходит сквозь эти кристаллы как бы нанизывая на себя нанизывая до эту некую программу и проявляется то есть каждый человек уже рождается с каким-то неким таким слепком который один в один его генетики до в кадонах его памяти они просто вот так расставляются таким образом что мы с вами видим здесь мы видим что эти семь планет находятся в постоянном взаимодействии с человеческим сознанием что мы с вами знаем о в этих кристаллах да вот мы родились есть какая-то печать есть какой-то кристалл есть какая-то программа души есть что это мы знаем такую науку до которой это расшифровывает эта наука называется астрология возьмем с вами к примеру джойтиш да это такая индийская астрология до которая переводится свет бога что мы знаем о джойтиш мы знаем что джойтиш своей карте рассматривает только эти планеты понимаете то есть когда вы вы там мастер не важно кто да в астрологии смотрите карту вашей души или чьей-то души вы смотрите ее только исключительно до орбитальной станции сатурна и в принципе взаимодействует когда как бы человеческие сознания которые не развиваются и не выходят сюда выше это нормально потому что астрология действительно да очень многим она помогает например коррекция той же кармы да то есть вы смотрите карту вы смотрите что можно скорректировать с какими планетами где слабые планеты где сильные планеты там что у вас влад не что у вас там в каких-то дробных картах и так далее и таким образом там в том же например джойтише вам могут рекомендовать какие-то упа и до упа это там мантры или что вам следует есть или когда вам следует не есть какую одежду вам носить и так далее чтобы как-то с гармонизировать то есть получается немножко поменять этот кристалл выровнять те же мантры да когда произносятся они также выравнивают через ваш голос на они выравнивают это поле и как бы вроде бы все замечательно и ни в коем случае нельзя там говорить плохо о планетах нельзя говорить плохо каких-то практиках или инструментах которые даны и я ни в коем случае не хочу ни о чем говорить плохо я просто хочу донести на вас одну суть знаете когда вот ходишь вокруг вокруг да около просто уже глаз замыливается и можете этого не видеть смотрите какая суть вот опять-таки возьмем тот же джойтиш если вы не развиваетесь до или вы выбрали своим развитием именно вот этот эгрегор да то есть все есть эгрегоры все религии есть на это эгрегориальные станции то все значит вы в него входите вы его там выбрали вы начинаете там медитировать и петь мантры до выравнивать там эти упа и так далее в этом ничего нет плохого да кто-то в каких-то других направлениях выбирает там полный аскетизм потому что в данном случае вы просто все равно находитесь вот здесь до чтобы выйти отсюда через мантры через медитации через ну йога нет йога все-таки это другой инструмент но вот именно вот эти до инструменты то есть когда ты сидишь неподвижность или когда-то поешь мантры да это можно это можно но это годы то есть я сама наблюдала неоднократно когда вы даже какие-то вот астрологи того же джойтиш который изучали там больше десяти лет они там мастера 1 1 1 там посмотрел где какая где чего планета опять-таки да если вы когда-то там обращались будете обращаться тоже смотрите если это мастер джойте что значит он там встает по утрам с рассветом смотрит когда рассвет минимум час должен читать мантры там то есть но есть свои определенные моменты то есть это как бы тот кто живет через этот звук через мантры и вы как бы ну вот я наблюдала что а в жизни они могут как бы ну вот вести себя как бы не всегда благородные до делать такие вот как бы поступки вот не то чтобы даже оценка просто ты понимаешь а как работает вот этот эгрегор что он делает и тут потихоньку полегоньку как бы просто человеку достается если говорить о выходе из астрального тела нет нет однозначно нет да в каких-то древних закрытых под всеми там печатями индийских супер гуру посвященных у них есть определенные трактаты определенные знания тех же астрологических карт за пределами сатурна понимаете но в целом все что дают эти карты они дают вот как раз вот эти как бы упая не дают да ты можешь скорректировать себе субботу можешь скорректировать до чтобы вот здесь у тебя вот в этом сосуде были более благоприятные энергии чтобы они вообще там были да и так далее но именно твое сознание до твои поступки твои сознание твои мысли они замещаются все равно в замедленной 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 пленки то есть ты постоянно должен петь или ты в итоге постоянно должен сидеть медитировать то есть это вот вот это такой процесс я вот опять хочу сказать ни в коем случае я не говорю что этого не нужно делать или этапа это это вообще это тут вообще оценки не дается потому что каждый делает то что ему хочет то что ему нравится это что выбираете вы все моя задача другое донести суть это да и тогда вы должны ну в данном случае ставить себе какую-то определенную задачу для чего мне это нужно вот я таким образом подымаюсь я таким образом там хочу пробудиться ну ставите себе какую-то задачу и идете у каждого она своя каждый выбирает свои инструменты и дорог много но путь один путь он один здесь он как бы как прямой ну как под лестница да она это лестница если вам интересно мы можем пообщаться еще более подробно как и что а кстати я вам знаете что по лестнице еще по это хотела показать совсем недавно для моя хорошая знакомая рассказала мне что она играет в игру которая называется вела по моему вот мне стало интересно что за игра я ее посмотрела в интернете что это за игра и вспомнила что такая игра только она называется код к района ламы было есть моего сына мы жили когда-то в большом доме его играл со своими друзьями ребятами вот она выглядит тоже до что удивительно что именно подготовки к этому эфиру проявилась вот такая информация да она тоже выглядит как под доска с этими печатями да и карточки и вот она показывает эта игра где-то где-то как то есть она как бы все время держит тебя в тонусе да она может тебе показать где это в какой момент поступил правильно неправильно то есть тем кто как бы не может еще концентрироваться и контролировать до свои действия отдавать им полный отчет находиться фокусировки да с мозгом возможно это действительно может быть каким-то инструментом помощи до чтобы вы как бы видели где как если вы находитесь вот здесь да в процессе вы как бы вы ищете дорогу вы в поиске да вы как бы идете вы в поиске то конечно же более подробно здесь я посмотрела почитала да об этой игре она действительно это отражает и пришла она не не от краёна пришла она не от тех авторов до которые вот создали игру это древние свитки в данном случае происхождение их индия вот в данном случае индия также такие же в дом были подобные игры это в китае но они вообще конечно по-разному проявлены и некие такие шахматы поэтому смотрите возможно для кого-то это действительно будет инструментом но как минимум вы поймете о чем я говорю да что каждая каждое ваше слово слова то что мы говорим мысли и действия да они должны быть отточены кристаллически чистыми во всем иметь чистейшее намерение чистейшее так вот вернемся к нашим планетам вернемся к нашему джотишу джотишу дома говорили о джотиши вот все кто находится пути в развитии вот в этих кольцах орбитальных да вот в этом так скажем оболочки сатурна пожалуйста да все что касается астрологии вот я здесь сделала такой файл на на каких уровнях помогает и на каких может быть опасны для судьбы звезды управляют дураками мудрый сам управляет своими звездами до влиянием звезд это не мое изречения но в нем есть мудрость давайте об этом немножко поговорим смотрите хорошо когда вы мастер сам и вы еще при этом развиваетесь да вы развиваетесь и вы в поиске это лестницы этого лифта и вы идете и выходите из этого кокона и при этом вы допустим являетесь там мастером астрологии это замечательно да особенно если вы помимо восточной астрологии до знаете еще и западную потому что западная она все-таки затрагивает такие орбитальные станции как уран нептун и уток восточная как я уже сказала нет не затрагивает соответственно она не покажет всю картину целиком она покажет только часть картин теперь смотрите если вы находитесь на пути находитесь в этой астральной оболочке в кругу сансары и ищите этот выход до астрология вам может помочь вы можете там что-то для себя увидеть посмотреть возможно сделать какие-то выводы даже там какие-то коррекции на там через упа и еще что-то какие-то что-то для себя выяснить что было что есть в карте моей душе но если вы поставили целью своей жизни выйти из этого кокона пожалуйста с послушайте сейчас меня прям очень внимательно возможно для кого-то эта информация станет даже жизненно важны если вы поставили целью выйти и если вы нашли эту дверь и вы начинаете работать над собой то лучше не заглядывая ни в свою ни в какую-либо карты души этом пути сосредоточиться полностью на своем пространстве полностью и целиком с планетами можно и нужно взаимодействовать но на интуитивном уровне на знание когда планета начинает вести вас давать вам подсказки давать вам свои знания буквально проводить вас да как собирать любимого дитя все вот он пожил в доме он все он сказал мама папа я вырос я хочу пойти дальше в самостоятельную жизнь вот эти мама папа в кольцах данным в орбите сатурна смотрят и говорят ага насколько ты вырос давай посмотрим да сатурн вот здесь в нижнем вашем энергетическом центре вы начинаете до первая фаза всегда идет очищение всегда и сатурн вы знаете что это самый строгий учитель до за него стоят охранители самые строгие они не отпустят вас просто так отсюда нет даже не думать ни одна ваша мысль не одно ваше намерение и пройдет мимо них они видят и слышат все пространство но и день хитростью никак не пройти и это самый строгий учитель он дает самые самые строгие сценарии но и он же когда поворачивается своим светом ликом прокладывая дорогу он открывает вам двери вот сюда так вот когда вы начинаете действовать не какими-то подглядками да еще раз повторюсь это разные моменты да та же вот эта игра до подсказки на каком-то уровне она возможно вам поможет я в нее не играла сразу говорю это я не играла и даже сейчас вот я вам показала да потому что мне это пространство было проявлено вот буквально на днях до девочка вот ним сказала что ей вот помогает значит еще кому-то поможет если это проявилось в моем пространстве но выходить нужно на прямое видение на знание я понимаете и когда вы становитесь доверие и выходите на эту лестницу и начинаете передвигаться вам да вот в этом процессе всего очищения всех ваших опытов вам начинают даваться события во первых процессе очищения что-то будет нас уходить старое но опять таки все эти опыты на вас смотрят как вы поступить как вы это примете если у вас какая-то это потеря тех же финансов или счет чего-то на вас всегда смотрят как вы сейчас насколько вы здесь к этому привязаны насколько вы вот здесь привязаны кому опять кто здесь в самом 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 разгаре сатур понимаете и он всегда строго опять вернемся к нашему любимому водолечку хозяин водолея это сатур почему сейчас вот все происходят вот эти события сатурн включается на теперь все вот вся планета проходит все старое это знаете когда я говорю церемонии не будет ни с кем это я говорю про сатур и в то же время он как мать как матка понимаете вот у нас в субботу на золотом геноме вот у нас закончился первый уровень да и мы как раз 21 числа начинаем второй уровень я попросила именно в субботу в день сатурна до передать инициацию очищения до сатурна где сатур как он проявился для вас правильно он проявился как некая мать человек да вот эта мать матка там даже сценариум проигрывается таким образом который когда-то входил именно человеческое сознание да вот это капсула потому что вы пришли сюда богом вы пришли сюда с намного большими полями но сюда вы вошли вы говорите нет я хочу поиграть человеческом и сжали свои кольца свою своего до своих полей электромагнитных эфирных жале до сатурна потом и вообще где-то там так играли так веселились так забыли кто вы есть и забыли что вы есть зачем вы есть какие цели и так далее что и даже и забыли проект у сута ладно хорошо наигрались пошли 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 почему оставили карту астрологическую смотрите даже вот в том же джойте шинда когда астролог смотрит счету карт он прежде чем смотреть он читает мантры чтобы он же заходит он заходит он смотрит какой как другие энергии представьте он вот так заходит и вот так смотрит да как на кофейную гущу а тут у тебя то здесь то только это математические данные такие на здесь вот так здесь так здесь так здесь так и он естественно соприкасаясь этими энергиями да потом может чувствовать себя очень плохо и понятно почему потому что ну он заглядывает сюда он он погружается он купается в этих водах а теперь смотрите если вы идете 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 проходите проходите с доверием все все моя цель выйти выйти отсюда и соединиться со своим космическим двойником это космический эфир да это это любовь это с ваша мировая космическая душа все вы сказали все что дает 7 печати вспомните вспомните 7 печати когда 7 печати что это за печати я вам сейчас показывала какие рисунки кристаллы до рисуются присоединение планет землей и вот они вот они пошли один два три четыре пять шесть семь семь печати понимаете и вас как бы это и держит вот это внутри вот этих семи печати вы там и варитесь понимаете потому что вы есть жидкое сознание вы не есть это тело вы намного намного больше и таким образом представьте что вы расширили да будет вы постоянно над этим трудились вы постоянно выходили все вам постоянно сатурн а так а вот так я сейчас посмотрю а вот здесь здесь как ты поступишь и смотрит если вы где-то собрали даже по привычке даже по привычке что вы думаете ай да ладно или там да это ложь во благо там это ладно лишь бы там сатурн раз ну хорошо давай еще раз понимаете или например если вы кого-то осудили в это вы думаете что кто-то где-то не слышит тогда смотрит и сатурн и меркурий что там что вы там говорите какие волны что там что у вас а ну ну хорошо запишем да вот так вот когда вы все таки остановитесь на этот путь да вы можете себе представить там в тебе эти те же до мастера или йоги которые уходят чтобы они вот так постоянно свою карту смотрели а что мне у них нету страха них нет страха за завтрашний день они отдали себя здесь богу целиком себе тому который вот за теми полями вон там у до который все время стучится к сатурну ну что что когда когда где где я соединюсь где где он на он здесь в дуате на 2 поделился до 2 полушария там все по 2 и и все а срединного тела нету среди на и тело не выстроена нету вот этой дороге нету это лестница она не простроена она не держит этот баланс понимаете в голове бульон каша не пойми что но что делать и тут представьте вы такие трудитесь 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 все вышли вот то там соединились все вот она перевернулась до ваша пирамидка все раскрылись ваши поля представьте чтобы выходите сейчас я включу картинку вот она представьте что вы все пошли расширяться 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 расширились до урана там вот я завтра подробнее о нем расскажу нептун который все ты уже он говорит да мой милый ты уже в новом этносе ты уже все да ну давай я сейчас посмотрю как ты здесь взаимодействуешь как у тебя что дальше на плутон потом трансплутоновые объекты транснептоновые но это мы завтра все затронем вот представьте вы расширились и все дальше 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 растеклись и все вы как бы вот это силу жизненно это вот эти все созвездия да там стрелец дева скорпион это все созвездие это все жизненная сила вы свои поля их втягиваете вы их напитываете вы выходите вы постоянно трудитесь вы отдали этому год два три там все вас привели к этому вы выстроили эту волну вы все в божественной пропорции вы все все планеты с вами в союзе все на вас смотрят как на самое любимое солнце вы на них вы единой и все да все соединили в солнце и тут допустим какой там у вас жизненный там момент или что-то да это же как некая тоже такие проверки конечно это вот тоже никто может да и с ураном могут такие проверки прийти на таком этапе вот это приблизительно здесь до при выходе слушай а давай ка я посмотрю свою карту пойду-ка я обращусь какому-нибудь мастеру и посмотрю-ка я свою карту да 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 и вот здесь очень такая тонкая грань а зачем ты посмотришь а кому ты не доверяешь ты не доверяешь той силы с которой ты слился или ты значит или не слился или что происходит или у тебя нету этой связи прямой а если ты выходишь сюда ты получаешь кристаллическое видение все это эти кристаллы ты просто тебе этот кристалл ты через шишковидную распаковал раз 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 информацию думаешь великие боги да как бы ее еще вот как ее все заземлить здесь а ну ладно пошел дальше переходить а тут ты приходишь к мастеру к самому замечательному самому прекрасному есть такие очень талантливые да очень прекрасные ты приходишь и говоришь а посмотрите что у меня там обратите внимание вот на этом этапе вот когда вот два этапа на прохождение только когда вы по лестнице идете на имеется ввиду здесь происходит некая такая связь с вашим изначальным я и кстати отвечая на вопрос что такое высшее я вот 7 печати 7 любимых замечательных самых прекрасных самых-самых сияющих планет всех созвездий полностью которые входят сюда то есть возвращаемся к орбитальной станции сатурна все что внутри его колец это высшее я понимаете это сила вашей природы это высшее я а все что выше все что шире тоже совсем иные проекции о которых мы очень много говорим по-разному то но давайте вернемся не просто хочу все-таки донести вам этот моментик с астрологическими картами приходите вы к мастеру и замечательному красному талантливому до который вот знает все везде соединения все везде открывает он вашу карту вот возьмем да вот она допустим открывает например вот эту карту вашего рождения полностью ему выдается данные скажите пожалуйста какие данные ему здесь дались удались данные вот этой сущности вот которая вот здесь вот этой вот сути но когда до человек идет по этой лестнице сознания и выходит за пределы этого кока или подходит до к этому уже это близко да у него замещается понимаете идет замещение полностью его сознание тело все тоже но человек тот кристалл который был при рождении он остался там в те координатах тех мерностях то есть ничто нигде да ничто никуда не уходит он остался там далеко уже настолько далеко чтобы постоянно переходите вы постоянно расширяете свои поля и вы все больше убираете себя солнца понимаете и тут вы возвращаетесь вновь к той сущности вы приходите вновь вы еду представляете взлетать тяжело ну вот вниз к ней прийти это совсем не тяжело это быстро падаем и быстро до подниматься в горы тяжело и вот перед вами эта карта вот мы пришли и что делает наш до мастер астролог в это время он как бы открывает и вот смотрит он вам говорит вот здесь у тебя такое здесь такое здесь такое что он увидит опять картину он видит вот эту картину хороший талантливый астролог все 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 если это например западная астрология он еще затронет никто уран на хороший астролог еще там плутон все вот это он еще просмотрит пускай даже так даже вот при вот тех планетах которые вот здесь но при вашем развитии я сейчас говорю о иной генетики да я сейчас говорю о тех сознаниях которые вышли в эти фракталы через эту лестницу я просто вижу эти сценарии не но становится грустно понимаете я перед тем как готовиться к этому эфиру всегда вообще перед любым эфиром не дают определенные сценарии здесь мне показали как это выглядит чтобы было понятно то картина а мы с рафаэлем приехали в баню до в определенный день вы знаете да и золотом геноме у нас есть что ну как как что за телу нужно помогает нужно смотреть за клеточками очищать вот мы в определенный день приехали в баню и нам сообщили верит вы знаете вот там выходишь с бани купель и стоит джакузи ведь вы знаете у нас там сломалась проблема с водой и мы в джакузи набрали воду он стоит полной водой тоже да казалось бы странно зачем тогда его полный держать но вода грязная она вообще мутная абсолютно грязная но мы не стали сливать как бы оставили здесь грязную воду но но извините что так получилось просто здесь такая вот авария вышла мы говорим ладно ничего страшного нам достаточно купили и представляете я смотрю на это джакузи и понимаю вот мы идем в душ сходили помылись на все проскрабировались заходим в баню клеточки очищается лимфочка да все 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 выходим помылись чистенькие и нужно как бы можно было бы зайти в джакузи полежать там да там включить там все ее функции получить удовольствие но здесь я вот весь уже такой чистый и передо мной вот это джакузи с грязной водой и я говорю что вы мне показываете каждый день я как ребенок задаю вопросы мама папа что вы мне здесь показываете что 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 и что вы хотите мне этим показать и я смотрю что они мне пока они меня готовят вот здесь скажи вот так ты вышел чистый но сейчас ныряя в этот джакузи если ты сюда заходишь ты вновь ныряешь как вот как и карту своей душе астрологическую когда вы выходите на прямую связь на доверие и бы синхронизируйте своим космическим двойником своим эфиром космической мировой душой и вы включаете какие-то до хопс как страхи как это тоже там идут проверки вот на всех этих уровнях еще уран нептун плутон там естественно идут своей я вам завтра расскажу о них а вот понимаете чего вы чего что вам там могут рассказать там нету уже вас в этом теле нету того кто там или вы такую чисто опять окунайтесь поймите я уверена я просто знаю если мне сказали это передать это послужит я уверена что уже есть такие опыты когда вы вот такой чистый заходили в этот джакузи а потом думаете откуда прилетел и все так было замечательно шел 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 все было классно вообще вау откуда стали прилетать ко мне все эти кометы меня вообще отовсюду что что вообще происходит почему эти события что и вы даже не поняли как прошло мгновение и вы уже вот здесь да можно к этому отнести значит что-то не доработал значит что-то но это те же те же моменты когда вот можно 15 лет сидеть в медитации и петь мантры еще что-то да сейчас время активности я завтра объясню откуда это завтра покажу вам это действительно просто потрясающие невероятные моменты которые происходят и они связаны отнюдь не с тем что там приходит до смещается градусы на водолее что сатурн сейчас до приходит такой мощный сильный хороший такой учитель данного наводить порядке а вот это связано с другими моментами и даже кстати если говорить о мастерах джойте что они скажут да вообще никакой там заботим во всем и какой-то мэра водолея у них там своя программа до свои там процессы свои юге и они иначе смотрят это хорошо это прекрасно и вообще вот этот мир дуальности мир от этого кока на этой матке он в принципе мы сюда и влетели вошли чтобы проходить различные нас вот да нравится мне вот мне нравится я буду этим занимать это занимайся прекрасно и кто тебя никуда там занимайся сколько вот пока твоя душенька вот это все не получит весь опыт пожалуйста но есть другие моменты аспекты которые на которые мы не можем не брать не обращать внимание в тех зонах времени в которых мы находимся в которых мы проявлены и живем и поэтому будьте с этим максимально аккуратными если вы сами например хотите пойти обучиться астрологии но замечательно если у вас есть такое рвение вам хочется если вы на каком-то своем этапе поиски себя и так далее я здесь даже ну то есть если вот здесь и вы не нашли в ход на вы не вы решили там все я там как-нибудь буду вот здесь вот здесь там искать шагать ok здесь вы вправе там вообще сделайте все что хотите проходите любые опыты главное не забывайте какая у вас все-таки должна быть какая-то цель но если у вас это высшая цель по этой дороге лестнице кстати смотрите как созвучно мы говорим об этой лестнице до готовясь к солнцестоянию ведь именно этот день солнцестояние прокладывает эту лестницу в этот день можно очень многое поменять да если знать как к этому быть готовым вот так поэтому может быть кому-то и кажется примитивная информация которая может быть пока на этом этапе или наоборот сложный просто примите на завтра у вас сложится вся эта картина сегодня такие пазлики и так если вы решили выйти на прямую связь со своим космическим двойником эфиром и вы уже в этом сознании хотите да то есть там я даже не берусь там понятно там у вас это и есть карте к этому расположенность не там уже все в астральном плане это уже действительно только в карте вашей души каждый индивидуален у каждого индивидуальный кристалл как отпечаток пальцев нет похожих одинаковых похоже есть а вот одинаковый один в один нету так вот но если же вы вышли и вы хотите или научиться до обучиться у вас какое-то такое рвение появилось то имейте ввиду что во или вы нам мастер на что вам нужно будет если вы обучаетесь множество ну то есть любой астролог становится хорошим астрологом когда у него есть опыт вам придется постоянно заглядывать в эти различные кувшин кармически с разными историями с разными кристаллами вообще всего в подряд то есть вы будете все равно касаться это генетики до выходя на другое но и генетический код вы все равно будете возвращаться вы будете как бы с этим сталкиваться вы будете постоянно об этом вариться подумайте если даже прям очень сильно хочется да у нас просто были такие вопросы задавали ну не отказывайте себе в этом пусть вас как бы ведут да ну вот именно если обучиться но не знаю я не знаю чтобы могло бы со мной такого произойти чтобы мне захотелось смотреть заглядывать вот в эти все кристаллы печати слепки я не знаю то есть задача изначально генетики до человечности там божественная там или сверхчастотной как раз таки в каждом видите его выше кристалл поэтому здесь возможно если у вас есть такие рвения занимайтесь и дети идите в теле тронова ангела говорите общайтесь с планетами то живые существа разумные не нужно к ним просто относиться как какой-то отдельной там субстанции до от вас общаетесь с ними внутри себя но имейте ввиду что это вот вам нужно я не знаю это вот постоянно нужно держать баланс и только-только вот в этом луче в теле тронова ангела вообще будущем да то вот будущее которое прокладывается который разворачивается куда мы с вами плывем вот это знание но и постоянное взаимодействие с планетами оно на интуитивном уровне потому что данные которые есть они только могут замкнутую картину показать а мы выходим в эти спирали понимаете то есть мы каждый миг заново рождаемся сгораем рождаемся да как солнце которое растет и собирает себя солнечные все системы являясь и становясь этим сверхскоплением вот вновь картинка мы уже заканчиваем с вами обратите внимание здесь да просто картина сверху солнышко и вот до сатурна до сатурна это вот такая замкнутая картина мира которая да даже если до плутона это все равно не полный ряд кстати я оставляла для себя пометку и вот пропустил ее сейчас вот хочу сказать все что до орбит сатурна это включенный 21 кадон и 64 до где вот 7 планет 7 на 37 печати вот они 21 кадуну как правило 2122 да вот бывает что вот один это вот людей которые вот и вот сюда где вот в сторону рано и и так сейчас мы посмотрим все информация на завтра завтра я вам расскажу получается уже завтра где же они запечатаны где за архивированы остальные кадоны почему человек приходит до и у него прописаны вот здесь его днк его кадонах памяти кристаллы 64 на все дремлют и активны только 21 22 но там мы пойдем завтра дальше там 33 36 почему так происходит вот этот замкнутый мир яйцо сатурна или матка сатурна она пока вы не пройдете да вот эти вот этапы она так и будет вас держать до проигрывая те или иные сценария и здесь я как раз вам хотела показать что это все по образу и подобию то что отражено внешне отражено внутри вас на генетическом уровне и завтра у нас с вами будет особый день сегодня я думаю стала конечно два часа пролетели конечно я вот так все медленно раскачиваю разжевывала сегодня завтра будет все быстрее и вопросы будут разбираться быстрее завтра будет просто невероятный такой интересный эфир который я бы назвала за гранью астрологии земли да мы конечно же разберем вопросы которые чаще всего нам задает часть из них мы разобрали сегодня но также завтра я вам в конце передам некий такой тест да где вы сможете посмотреть на чем мне еще необходимо работать какие моменты есть да или наоборот и посмотрите и скажите да замечательно я вижу что я действительно потрудился поработал и меня это радует но я не собираюсь останавливаться на этом я продолжаю расти дальше я продолжаю трудиться и соответственно дальше переходить до каждый раз обновлять свои поля завтра я передам вам подготовку к церемонии в конце передам свиток как подготовить свиток с вашими желаниями и инструкцию вообще инструкцию подготовки к самой церемонии и завтра то что касается этой карты мы еще с вами затронем помимо планет до того что будет вам передано это будет полезно всем и мастерам и астрологам и людям еще пока на этом этапе там не ведущими в этом направлении на начальных каких-то этапах и помимо этого вот у нас третья колонка это египетская сборка египетское видение что знали об этом фараоны что знали они о бессмертии и как они готовились к тому времени к тем происходящим событиям цикл которых повторяется один раз там в десятки тысяч лет я покажу вам завтра что это за цикл почему он касается нас напрямую что нам дает и почему ускоряется события да мы прям с вами посмотрим почему почему например к примеру да скажу что почему именно до двадцать пятого года планета как бы становится сейчас такой ряд что в такую гармонию в такую кристаллическую структуру что они дают ускоренно закрыть как раз утрите все родовые кармические то есть ускорено 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 прийти в гармонии сатурном прийти с ним любовь и развернуть вот этот высший аспект до сатурна почему это так почему потом уже будут другие до события другие энергии и поэтому сейчас просто ко всем представлены до кураторы которые и внимание после вот этих колец сатурна те кураторы которые вам давали здесь там уже полностью они замещаются когда грызом что такое куратор это энергии это курирующие энергии это те энергии которые у вас вот здесь вашем огромном сосуде до ваших электромагнитных торсионных полях ваше эфирное тело которое пробуждается до пробуждаетесь не вы пробуждается ваша сила пробуждаются вот эти ваши звезды оживают вашим телем вы как бы расширяетесь постоянно сжимаетесь разжимаетесь до впитывая в себя все эти созвездия но только на определенной частоте это возможно на определенной волне все на сегодня хватит и так я планировала быстрее закончить не заметила как у нас с вами пролетело время напоследок просто хочу сказать что наше пространство это некий такой генетический до аппарат такой некий динамический можно сказать и компьютер заполненной генетикой где днк это звук до хромосомы это некие слова и все это имеет смысл потому что составлены они разумом высшим разумным понимаете вышли а значит есть то поле до которого можно дальше по орбитам проходить расширяться расти и соединяться в этот единый мозг с вашим высокоразвитым космическим эфирным двойником с вашей подлинной сутью с вашим неким настоящим физическим телом именно вы сверх сверх существо когда вы играете в игры на шахматной доске в астрале вы разделяете вы разделяете себя от всех планетарных станций от галактики от созвездия от сверх скоплений а друг друга вы играете в игры тех же самых воплощений кто здесь есть кто кто над кем и кто под кем а зачем я здесь а какая миссия какое предназначение оно у всех одно если вы хотите проиграть предназначение своей индивидуальной души индивидуального слепка человеческого то да вам поможет в этом то астрология которая есть она будет развиваться это абсолютно точно вам поможет в этом те практики которые есть на земле медитацию по не мантры но если вы где-то глубоко глубоко где-то далеко на каком-то уровне над сознательным где-то настолько родном и настолько тончайшим говорите а нужно ли нет сколько это будет продолжаться что я от этого получу красивую игру что красивую обертку что что в итоге то в итоге смерть жизнь и тогда вы поймете что вот в этом где-то глубоко стучит ваша целостная душа мировая космическая что есть те кадоны памяти которые хотят пробудиться и которые вместе составляют совершенно другой кристалл совершенно другую программу я покажу вам завтра масштабы я покажу вам завтра те изменения которые находятся за 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 пределами известных орбитальных до станций известных в том числе для астрологии астрологии это прекраснейшим точный инструмент научный это замечательно но есть моменты когда нужно отдаться знаете мне был опыт это было по две тысячи шестнадцатом году или пятнадцатом даже сейчас уже тоже не вспомню у меня был знакомый астролог кстати джойте ждал меня было очень 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 сложная судьба кармическая настолько вот честно я понимаю почему я к астрологу обращалась один раз жизни наверное какое-то мое вот это благородное какое-то высшее высшее которое да просто не хотела чтобы кто-то в это нырял то была тяжелейшая судьба и она делала мне я помню по моему натальный до соляр ну вот на день рождения она мне делала его несколько месяцев она говорит это это что-то у нее выключался постоянно компьютер у нее все выключалось у нее все хотя на мастер просто потрясающе на настолько точные дала данные я просто думаю о гу-го вот это да и она мне сказала ну все она мне там сказала это одно и там другое что ребенку ну очень было у меня тяжелые времена и вообще они как бы мне казалось что это не закончится вообще никогда вот только одно пройдет следующая ситуация следующие вот одно за одним одно за одним это просто и и она мне сказала ты знаешь вот в те опыты которые ты проходишь прямо не вот один за одним это все сатур вот он просто он тебя испытывает сатур просто по полной программе и говорит и вот от твоих действий до зависит вообще дальнейшее вот как ты принимаешь но я уже к тому времени я уже привыкла и за годы я привыкла и в каждой ситуации сканировала ну то есть я привыкла в этом движении плыть принимать очень важно очень важно принимать все как есть ох как это важно даже не представляете когда я говорю на золотом геноме принимать это значит вот все пока вы не научитесь вы за руку не поздороваетесь да с ним и вот вот это принятие тотальная да ну хорошо моя любовь ну что еще ну давай с тобой ну что вот так ну давай так пройдем да и когда ты уже как бы в этом потоке и вот она мне сказала ты знаешь говорит а несмотря на то что мне было очень тяжело тебе составить карту она много там написала там такой талмуд я конечно уже вот серьезно были я просто возможно я даже не углублялась особенно мне были важны какие-то определенные аспекты на то что мне запомнилось очень хорошо да она мне сказала ты знаешь несмотря на то что мне очень тяжело было вот действительно энергии мне все время вот там начинала снится во сне там я часть то вот долго это все получилось но она говорит я бы конечно повторила бы этот опыт это было говорит очень интересно составлять имя но говорит но ты больше не обратишься не ко мнению он говорит вот сатурн ты говорит все вот эти проходя достойно на сатурн все вот он поворачивается лицом и дальше она говорит я даже не знаю что тебе сказать там и ты ну как был вот станешь и пойдешь без вспомогательных вот этих предметов так и получилось так и получилось еще было несколько таких проверочек и все я потом ушла в определенные свои моменты некого такого отшельничества да и уже пошел пошло-пошел-пошел пошло к этой лестницы к этому лифту в общем так к чему пришла к тому пришла не мне судить и идти ещё идти раскрываться и раскрываться развиваться и развиваться растворяться но та любовь то невероятно волшебное живое то что влилось мою жизнь она поменяла ее настолько она полностью вот ну вот все все те характеристики которые были в том сосуде да они сначала они просто опустошались потом набирался этот сосуда полностью чистился да потом он замещался его сплав кстати мы на геноме с вами вы помните да все эти процессы проходим главное у них полностью в это углубиться это прожить да и потом вот эти энергии собирались и вот они вываривались эти формулы всегда да как мы говорим золотой сплав все превратить золото не просто тогда ты некий алхимический состав когда это все приходит к алхимическому камню что это за камень что вообще до нас с вами хотят донести где это на какой орбите до что не нужно зацикливаться только на том что видно глаза есть то чего не видно и действительно с того момента как я все это прошла жизнь поменялась полностью и когда уже это сознание заместилось и у нас сейчас тоже в академии центр света я вижу те кто все полностью это как переоделись до полностью заместились я наблюдаю начинается желание там пойти медицинский учиться еще куда-то да но это уже настолько чисто и настолько я вижу насколько сверху вскоре на все эти данные да они как бы сквозь они как бы берутся сквозь те данные которые уже заземлены здесь на земле то есть это всегда ты приносишь новые формы жизни ты всегда разворачиваешь здесь да ты их можешь даже просто принести развернуть а кто-то эти данные уже проявит это другая жизнь это другой угол и точка зрения к этому нужно прийти и еще раз повторюсь что завтра я вам покажу нашей солнечной системе почему и как нам дается шанс пройти по этой лестнице сверху ускоренно все люблю вас безмерно всех-всех-всех обнимаю и до скорой 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 встречи завтра в 19.00 пока пока